Здравствуйте! В эфире «Персональный акцент». Наша программа выходит в эфир в преддверии главного события года для православных верующих. 28 апреля – праздник Светлого Христового Воскресения, Пасха. Значит, это хороший повод поговорить о сути этого дня, о вере, ее роли в формировании человеческой личности. Для этого разговора я пригласил к нам в студию клирика Святой Георгиевской Церкви, протеерея Виталия Шинкаря. Здравствуйте! Здравствуйте! В наше время для многих Пасха – это приверженность к некоторым внешним атрибутам этого праздника. Пасхальные яйца, куличи и так далее. Настоящую духовность, смысл Пасхи знают ведь немногие. Может быть, те, кто действительно искренне интересуются верой, собственной верой, православной верой. Но даже говоря, традиционно «Христос Воскрес», многие, наверное, и не понимают, сколько смысла в этом слове. Вот хотелось бы начать наш с вами разговор с понимания того, в чем суть этого праздника, этого события Пасхи. Что этот день может означать для человека, человечества, для мира, современного мира в 19 веке. В 21 веке, извините. Да, в 21 веке уже. Я хочу сказать, что всегда в такой день самое сложное – не включиться в цепь разговоров, которыми будет охвачено все телевидение, вся пресса. Это как бы праздник, про что он нам рассказывает, что надо делать, куличи и яйца и так далее. Об этом сказано много. Мы живем в очень странное время. Оно удивительно в том смысле, что никогда не было в мире времени грамотности всех. Вот мы живем во время всеобщей грамотности. Я думаю, что если бы еще 200 лет назад люди, которые подозревать не могли, что все смогут читать и писать, узнали бы, что бросились мы читать и смотреть, получив эту всеобщую грамотность, они бы удивились. С точки зрения человека некнижного, знания нужны для того, чтобы постигнуть самые важные вещи, чтобы приблизиться к истине, к какой-то правде, которую я не знаю ни о себе, ни о мире. Но время и опыт показали, что человек уходит в билетристику, в ерунду, смотрит пустые вещи и в конечном итоге вообще перестает читать, потому что любое чтение, оно провоцирует тебя думать, шевелить умом. Это всегда больно, это трудно. И человек понимает, что читать и писать я уже умею, ценник в магазине я прочту, этого мне достаточно. Поэтому, говоря о Пасхе, я хочу сказать действительно о том, что мы находимся в мире, который вроде бы как думает, что он христианский, но на самом деле это глубокая матрица. И эта матрица очень глубоко уже всех нас имеет. Праздник Пасхи, как и всякая христианская история, он не может быть объяснен один сам по себе. Хотя бы даже потому, что этот праздник связан с исполнением времен, которые ждали, которые ожидали с человечеством несколько тысяч лет. Это завершение истории мира. Это событие, после которого в мире ничего нового не будет. И это событие, которое венчает все то, что Бог замыслил о человеке. И, соответственно, в нашей бедовой ситуации мы сталкиваемся с кучей проблем. Даже с одной из проблем, это вот в русской церкви, в частности, проблема языка церковного славянского. Он тоже непонятен, он сложен. Если греки в школах преподают его детям, чтобы он был им понятен, чтобы они могли культуру своей памяти хранить, то мы и этого лишены. Мы не имеем в школах никаких просветительских предметов, которые могли бы хотя бы минимальные знания о христианстве дать людям. И мы сами, как церковь, конечно же, сильно проворонили время этой удивительной свободы, которой тоже никогда у нас не было. Вот эти 30 лет невероятной свободы, когда церковь свободна от всех и вся. К сожалению, нам тоже не удалось в это время стать церковью своего народа, чтобы вот взять его этими любящими, теплыми руками и рассказать ему правду о Боге. Поэтому я хотел бы, говоря о Пасхе, сказать вот о чем. Христианство — это не одна из религий. Христианство — это религия, это вера, которая претендует на полноту истины. Собственно говоря, только так и может отличаться настоящая религиозность, доподлинная, которая уверена в абсолютной своей интуиции. Если я подозреваю, что моя вера чего-то не знает, и где-то она неистинна и несправедлива, то это говорит не о моем толерантном сознании, а говорит, скорее всего, просто о моем неверии и о моей пустоте. И вот здесь, как представитель христианства, я могу сказать, что мы веруем в безумный факт, что живой Бог становится человеком ради того, чтобы пойти на крест. И это сумасшедшее событие, сумасшедшее по всем отношениям и по всем понятиям. Зачем Богу что-либо делать? Ну пошли кого-нибудь, ну пусть нам расскажет что-нибудь. И это событие открывает для меня удивительную глубину, что получается, что со мною было так плохо, что пришлось главврача вызывать. Что моя человеческая история была настолько катастрофична, что уже не было возможности ни говорить ничего, ни посылать кого-либо. Приходит живой Бог, идет на крест. Это еще более безумная история. Бог, который в представлении людей велико и справедливо. Все же хотят, чтобы Бог был справедлив. Правда, правда ради скажем, что люди хотят, чтобы Бог был справедлив к другим. Их надо наказывать, их надо казнить. Они сволочи, они гады, а меня, конечно, надо миловать. Так вот этот справедливый и великий Бог, который дал свободу своему миру бесконечную, вдруг становится рабом, дает себя поднять на крест, распять. И мы видим в этом событии три его великих дара, которые открывает нам Пасха. Первый дар, он дарует нам правду о себе, священное описание. Новый Завет появляется. Мы видим в этом дар Духа Святого, потому что это тот Дух, который заставляет меня быть верующим. Вера приходит в тот момент, когда действительно я соприкасаюсь с чем-то на глубине своего сердца и понимаю, что все, я не могу отступить от той красоты, которая открылась для меня, я ее раб, я ей буду служить. И последнее, Господь действует, как тот, кто дал мне свою кровь и свое тело, преломил его на кресте для меня. Он для меня, как в каком-то смысле, вот медицинским термином сравнить, вот эта ситуация, когда берут больную человеческую кровь, очищают ее в здоровой среде и помещают ее снова в меня. Вот это Пасха. Мою кровь человеческую, и Христос становится ради этого человеком. Он возводит до Божества, очищает ее в этом Божестве, освобождает эту кровь от смерти и дает мне ее в причастии. Именно поэтому Бог в душе быть не может. Бог в теле своем и тело Его Церковь. Пасха для нас — это пища бессмертия, очищенная в крови Христовой. Ну, если я правильно понимаю, вот я по-своему это все истолковываю, то мы говорим о неком Божественном подвиге. То есть мы говорим о подвиге, когда Божество, превращая себя в человека, идет на смерть. Ну, в человечестве много таких примеров. Почему именно этот вот важен? Для нас, для христиан, этот пример единственный, хотя, конечно же, исторически огромное количество людей религиозных всегда во все время вглядывались, вглядываются и будут вглядываться в будущее. Верующего человека интересует суете жизни не то, что было, откуда я иду. Меня интересует, скорее всего, будущее. Меня интересует то, ради чего я живу, кто я, зачем я. Если наука ставит вопросы «как?», то вера ставит вопросы «зачем?». Это самый важный вопрос, который ставит вера и который наука поставить не может. Здесь мы не враждуем. И вот этот вопрос заставлял огромное количество людей во все времена вглядываться в это небо. Что там в нем? И огромное количество легендарных историй, которые открывали языческие сердца, они были справедливые и правильные. Огромное количество религиозных точек зрения приходили в своем человеческом гениальном постижении мира и Бога к единым каким-то вещам, выражали их в единых легендах, может быть, по-разному звучащих, но в единых. Но Христос — это не легендарное лицо, это лицо историческое. И это человек, которого распяли за то, что он себя объявил Богом. Он себя объявил ни много, ни мало Богом. Это был его приговор. Если бы он сказал, что он мессия, это ненаказуемое, неуголовное преступление в Израиле. Но именно тогда, когда стража окружила Христа и пыталась его пленить, и вот они ему задают этот ритуальный вопрос после того, как Иуда уже его поцеловал. Ты Христос там? И он им говорит «аз есим», я есть. «I am» по-английски это бы звучало. А на иврите это бы звучало еще страшнее. На иврите это звучит «ты иегова». И вот они в ужасе, потому что это слово произносить нельзя. Они отступают, делают шаг и падают на землю. Это стража. Вот в этом кошмаре, что что-то произошло ужасно. Они услышали какую-то тайну, которая непроизносима. С тем большим остервенением институции убивают его. Так вот, смерть живого Бога, она может быть исторически и была в разных мифах и легендах. И идея воскресающего Бога была. Но идея, которую воплощает Христос, это идея гораздо более страшная. Христос побеждает смерть. Он становится человеком ради того, чтобы, победив смерть, возвести наше победившее человечество к Богу на небеса. Ради того, чтобы одесную Бога воссел человек. В этом смысле мы можем сказать, что если бы даже человек не согрешил, Бог все равно бы воплотился, чтобы преодолеть это между нами бесконечное разъединение. И для нас, христиан, самая дорогая победа не в том, что он эту жертву совершает, а во-первых, он ее совершает ради нас. И во-вторых, это единственная жертва, спасающая меня от смерти. И никто, и ничто более не смогло бы преодолеть смерть, как единый безгрешный Бог, который вторгается в пространство греха, созданного человеком, разрушает его, взрывает его и возвращает мне, человеку, не просто мое достоинство, а открывает мне путь к самому стать божеством. Это высочайшая христианская правда, которая, может быть, и звучит как некий такой сумбурный сейчас текст в отрыве от всего христианского понимания священного писания, Бога. Но это так. Пасха для нас — это переход, который для евреев всего лишь означал перейти в Красное море и уйти от рабства к свободе. Для нас же это стал не знак уже, а прямое указание, что это был переход от смерти в вечную жизнь. — Ну вот ритуальность, которая окружает этот праздник, мы красим яйца, печем куличи. Вот с чем это связано и какой смысл вкладывается в эту ритуальность? — Ну вообще любой ритуал, он обладает смыслом только в тот момент, когда я его этим смыслом наделяю, как человек. Ну вот, например, простое человеческое действие, которое мы совершаем каждый день — рукопожатие. Это ритуал. Он ничего в себе не несет. Но если мы в некоторой ситуации не пожмем руку кому-то, этот ритуал может сработать до такой степени, что меня стукнут по морде. И справедливо стукнут. Вроде бы пустое действие. Подумаешь, руку не подал. Однако же. И так любой символ действует. Висит у меня на шее крестик и висит себе. Вот кто-то подходит и говорит, сними. И в этот момент этот символ начинает работать. Сниму я его или не сниму. То есть что произойдет в эту секунду со мной? То же самое христианские символы. Они все работают так, как им велит само слово. Символ по-гречески это связываю, соединяю. Да, вот символ это была табличка по-гречески, которую разламывали. Твоя табличка моя, мы родные братья разошлись. Через столетия наши родственники сложили. Да мы же родственники. Вот она. И так работают символы. То есть символ это единственная связь с настоящей реальностью. И поэтому, когда человек печет кулич и делает это с молитвой и с верой, и понимает, что кулич означает, это щепочка маленькой дрожжей, которая вроде бы ничего не весит в этом тесте, но без нее ничего не взойдет. Вот эта щепочка это Христос. Вот это тесто это мы. Вот эта сладость это рай, который нам открыт. Вот это красное яйцо это камень пещеры, гроб Божий. Несмотря на то, что он был у римлян, и в той гениальности, которая была у древних язычников, многие вещи еще раз повторю им открывались. Они тоже понимали какую-то тайну смерти, пробивающуюся из камня. Они ждали этой воскресной проповеди жизни. И вот это яйцо это как пещера Христова. Вот он, этот птенчик, который пробивает ее. Вот он кровью своей пробивает ее. И эти символы оживают тогда, когда мы действуем по правде. Собственно, как говорит апостол Яков, он говорит, все, что не повери, это грех. То есть, соответственно, если любая хозяйка варит борщ, не повери, это грех. То есть, ты варишь борщ, в голове у тебя нет никаких мыслей о добре, о том, что ты хочешь, чтобы этот борщ кому-то принес радость, чтобы он кого-то сделал сытым, чтобы он принес тепло, чтобы он помирил нас, может, за чашкой из-за этого супа. То есть, вот это надо понимать, что символы оживают тогда, когда мы наделяем их смыслом. Иначе это мертвый бред, ничего не имеющий, и иногда действующий, как яд. Однозначно. Потому что, когда религия превращается во бредоверие, а наша религия как раз полна огромного количества атрибутов, которые могут легко иконочки, крестики, камушки, землицы и так далее, что угодно, сам Господь. Для сектантов Евангелие могло стать идолом. Вот Евангелие может тоже стать бумажным папой. Вот не дадим Христу говорить больше, вот что сказал тут, то все. То есть, человек в идоле превратить может все, но в то же время и превратить из идола в живое отношение к Богу тоже можно все. Ну вот предверяет Пасху такое событие, как скаждение благодатного огня в Иерусалиме, в храме Гроба Господнем. Я сам был свидетелем 16 лет назад, когда в качестве журналиста я ездил, освещал это событие. Я, конечно, поразился тому огромному количеству людей, которые стекаются практически со всей планеты. То есть, я видел православных жителей Эфиопии, я видел православных с американского материка, я видел много россиян, я видел много людей, самых разных наречий, и практически все они как-то едины были в молитве, в ожидании вот этого чуда. Вот какой смысл вкладывается, и почему эта традиция сегодня так важна? Вот, наверное, здесь как раз мы и приблизились к этому нашему предыдущему слову. Вот смотрите, благодатный огонь — это, наверное, и высший символ, который мы наблюдаем. И в этом смысле мы видим и его удивительное действие, и его разрушительное действие. Ну вот я, например, когда наблюдаю, как в Кишинево ввозится благодатный огонь, толпы людей бегут своими свечками запалить его, побежать домой к себе, и все, для них на этом Пасха закончилась. То есть, некое соприкосновение с чудом делает этого человека в своих глазах совершившим некоторые поступки. Вот у меня дома говорит благодатный огонь, «Все прекрасно и все прелестно». На эту тему всегда, во все времена, слова, сказанные в Потериках, в жизни святых, о том, как святыни часто превращаются в смерть. Вот известный случай, когда там один из монахов стоял на великом освящении воды, и вот он поднял вверх свой кувшинчик, и не попал в его кувшинчик капелька, вот когда крапили вот этой святыньки. И он в таком ужасе пришел в свою келью, что вот Бог меня не любит, что вот в мою кадушечку не попала водичка, и вдруг эта вода так засмердела. Чтобы он понял, что он гордо думал о себе, он чересчур плохо думал о Боге. Он не соприкоснулся с благодатью вот там на глубине сердца, думал, что она вот в этом стакане каком-то или в огне. В этом опасность таких символов. Они могут нас соединять с Богом, но не могут нас и ударять от Бога. То есть они могут быть и игрушкой в руках бесовских. Вот это очень важно понимать, потому что когда этот благодатный огонь приезжает, если человек идет его и берет, понимая, из какого места этот огонь истек, понимая цену этого огня, понимая, что это какая-то милость к этому миру, который вот совсем мертв, в чем-то данное, тогда это соединит тебя с Богом. Тогда этот символ реально соединит тебя с той реальностью, которая в этом огне горит. Ежели нет, ты соединяешься с тем, во что ты веришь и что ты любишь. Это очень важно помнить. Вот любовь в твое сердце с этим тебя соединит. И если ты пришел только за огнем, но при этом забыл, что сегодня служба, что сегодня заканчивается пост, где надо было хотя бы пару дней попаститься, подумать о себе. Если ты просто думаешь не христианский, а думаешь как шаман, что у меня есть кусочек колдовства, это колдовство тебя треснет по башке и очень правильно сделает. Ну, зато, знаете, я видел такое единение, которое в храме стоят люди, которые совершили ради этого путь, которые в этот храм пробились гораздо раньше, чем мы приходим на службу. Некоторые за сутки, за двое, кто-то спрятался в храме, чтобы там, так сказать, находиться. То есть люди идут на разное ухищение, туда не попадешь, это же сложнейшее время. И вот представьте себе, что эти люди, ради которых это делается, это как те люди, которые окружали Христа во время чудес. Очень часто Христос спрашивал человека, имеешь веру, имеешь веру, а иногда не спрашивал. Он не спрашивал, потому что было понятно, что, например, когда двое друзей принесли постель больного, чтобы разобрать крышу чужого дома и спустить туда этого человека, их уже не надо спрашивать, имеют ли они веру. То есть какую надо иметь веру, взять больного через весь город под смех всех, ха-ха-ха, идиоты, параличный несут. Ну что вы, с ума сошли? Это надо, кто из нас готов на такую, чтобы на тобой ржал вот голос вот весь этот город? Зачем этих людей спрашиваешь? Это таких людей видели в храме. Это те, кто крышу этого храма разобрали и туда прошли. Это были люди, которые ждут этого чуда, это были люди, которые живут в этой крови Христовой, в теле его. Это была церковь в живом виде. И ради них это дается. Ради них это событие происходит. Вообще все, что происходит в жизни, происходит ради верующих людей. Ради неверующих людей Господь милостиво позволяет этому миру быть, но позволяет, потому что живут где-то эти 10 праведников. Вот как раз к интересной теме подошли, потому что ведь для большинства обывателей церковь — это некое здание в ритуальном стиле, и там происходят церковные службы, происходят ритуалы. И на самом-то деле, мне кажется, это все гораздо иначе. И вот восприятие церкви вот таким опосредованным образом, мне кажется, и рождается благодаря какому-то охлаждению к самой церкви, к догматам церкви, к непониманию тому, что происходит в этих стенах. И ведь, ну проще говоря, вот мы сами себя считаем хорошим человеком, ну значит праведник, значит где-то в общем-то отчасти верующий, где-то ты способен принять веру, ну и готов даже выполнять какие-то, будем говорить, ну ритуальные, совершать ритуальные поступки, ходить на службы, венчаться, крестить себя, своих детей. Но на самом-то деле, вот как объяснить обывателям, объяснить даже верующим, что вот церковь и догмат, это не настолько поверхностно, как им кажется. Это очень такой вопрос вечный. Во все времена, во всех обществах вот этой щепочки дрожжей всегда было мало. Но только эта щепочка что-то и делает, тем не менее. надо сказать, что человек всегда устроен таким образом, как говорит знание церкви человека, что он удобно превратен ко греху. Мы легче склоняемся на грех, чем на доброе дело. Более того, чтобы совершить любое доброе дело, нам надо встать и что-то сделать. А для того, чтобы совершить гадость, нам даже вставать не надо. Мы сейчас с вами можем тут сидеть и ненавидеть весь мир, обсуждать, какие все там дегенераты, падшие люди, плохо читают, все дебилы и так далее. Это такая простая тема, мы легко посидим, выясним, какие мы два тут с вами хороших человека и какие сволочи нас окружают и вот мы вынуждены среди них жить. А чтобы сделать любой добрый поступок, мне надо под свое сердце не только поднять, но мне надо еще и себя со стула поднять. Надо пойти к больному, надо помыть кому-то там, простите меня, и попу, понимаешь, кто под себя ходит. Надо сходить в тюрьму, код навестить, надо там накормить, напоить и так далее. Это труд материнства один, чего стоит быть хорошей мамой, как это трудно. И поэтому всего настоящего в мире всегда мало. Мало хороших художников, мало хороших поэтов, мало хороших верующих людей, мало хороших священников и так далее. И наша склонность вот к этому осуждению всегда на виду. Недавно буквально я вспоминал, лет там 10 назад смотрел передачу про двух сестер, типа что-то опять пусть судят, пусть говорят, сейчас же все судят, все говорят там. И вот была тема о двух девочках, которые потеряли маму, и вот одна из них, чтобы содержать младшую сестру, решила стать проституткой. На что младшая сестра, отказавшись от этого, побежала в ближайший монастырь и сказала, «Матушка, возьмите меня, и она сказала, конечно, я беру, чтобы твоя сестра там вот так не пошла». На что сестра там побежала и возвращает, ты что меня вонок? Она говорит, «Я тебя не бросила, не хочу, чтобы ты занималась этим». Ну и вот передача «Пусть говорят». Ну и вот, что конечно для меня было показательно, зал поддержал, конечно же, старшую сестру. И кричали маленькой девочке, что ты неблагодарная дура, что она из-за тебя, она пошла, а ты ее бросила. Она говорит, «Я ее не бросила, я не хочу, чтобы она, нет, ты неблагодарна» и так далее. И это очень показательно, потому что нам легче поддержать того, кто хуже меня. Мне гораздо проще поддержать всегда человека в беде. А ты пойди поддержи того, кто успешнее тебя. Пойди порадуйся за победу другого человека. И в твоем сердце возникает такая катастрофа моментально. И вот это очень часто и зачастую происходит с суждением о церкви. Главное о церкви. У вас дорогие свечи, у вас ценники, вам надо налоги впаять и так далее. При этом это говорят люди, которые ничего не знают о церкви, которые, в принципе, с трудом, может быть, символ веры когда-нибудь читали или знают в лучшем случае отче наш. Всегда в этих разговорах пустота. Потому что, во-первых, надо понимать, что свечка в церкви — это не главное. Нет тебе денег на свечку — молись без свечки. Никто тебя не заставляет ее покупать. Никто тебя не заставляет вообще что-то покупать. Никто тебя не заставляет даже до храма идти. В конечном итоге человек любое придумывает оправдание для того, чтобы не делать что-то доброе, потому что как это что-то доброе добрее, чем я? А ну-ка мы сейчас туда ушат выльем чего-то такого. И поэтому обыватель всегда одинаков. И как это не страшно звучит. Вот эта страшная фраза, что нравственность нужно насаждать. Вот эта парадоксальная фраза, что ситуация воспитания — это что такое? Это всегда система табу. Воспитание — это не то, что надо, а то, чего нельзя делать. И причем нельзя иногда до подзатыльника. Иногда я тресну этого своего ребенка, несмотря на крики и охи каких-нибудь там современных великих воспитателей, потому что я не хочу, чтобы мой сын вырос под лицом. Вот другого ребенка я не трону. А своего я накажу, потому что я его люблю. И любовь моя может быть страшной. Любовь моя может быть страшной в том смысле, что я отберу у него шоколад и скажу тебе это вредно. Жри кашу, дурак, понимаешь. Он скажет, папа фашиста добрал конфету. В этот момент я фашист для него. Но так действует и Бог с нами. Он не дает нам то, что нам не полезно. И нам это иногда кажется страшным, больным. Поэтому людям Бог малоинтересен. Он требует чего-то постоянно. Ты ознакомишься с Ним, ты смотришь на Христа, и ты понимаешь, что я на Него не похож. Господи, так нельзя, таким быть невозможно. Но Он преподал этот пример и сказал, будьте как я, научитесь от меня. Будьте такими же, станьте богами. Вот где корень всего. Не хочу. Не хочу. Это для меня недостижимый образ. Что это вообще такое? Такого быть не может. Дай-ка я это очерню, дай-ка я это оболгу, дай-ка я это вообще сравняю с землей. Потому что это какая-то сказка, это безобразие. Ты не подтвержденный. Уйди, Господи, из моей жизни. Ты мне не нужен. Мне не до тебя. Я и так хороший человек. Я и так хорошо себя чувствую в этом мире. Когда вы приводили пример воспитания ребенка, я думаю, что те зрители, которые приверженцы или адепты ювенальной юстиции, с вами, конечно, были бы не согласны. Потому что ведь, как следует из принципов этой ювенальной юстиции, то есть ребенок определяет сам и методы, и способы воспитания, и даже определяет твой его родитель. Что, в общем-то, мне кажется, не просто разрушает систему таких традиционных семейных ценностей, разрушает, мне кажется, вообще нормы человеческого общежития. Потому что тогда сразу появляются люди, которые считают, что, мне кажется, им все дозволено. Если он уже в самом детстве предпринимал поступки, за которые не отвечал, но страдали ведь люди. Этим отличается, наверное, традиционное общество от нетрадиционного. То есть что такое традиционное общество? Это общество не дворняжек. Это общество людей, которые могут заявить о себе, что мы на этом свете не былинки, случайно сюда принесенные. Это как город Кишинев, допустим, да? Вот нам 500, там 80 лет. Кто мне даст потрогать ручками в этом городе что-нибудь старше, чем 200 лет? То есть покажите мне эту историю. А ее так бессовестно и безжалостно не сохраняют, что иногда ты понимаешь, что вот это дело варваров. Это только варвары не помнят своего родства. Это варвары, которых ничего не соединяет жизнь. И вот ювенальная институция — это правда людей, которых жизнь ничего не соединяет. Которые не верят, что до них жили люди, которые были умны. Которые не верят, что их родители были не глупее, чем мы. Которые не верят, что этот мир имеет право на свою выстраданную болью и кровью идентичность. И только потому, что кто-то посчитал, что вот до нас все было безобразно. Давайте мы все сделаем так, как это прилично. Как правило, еще у приличных людей. Вот там это прилично. Давайте мы это сделаем вот таким образом. И вот в этом смысле у меня, конечно, категорический протест. Я помню свое родство. Я помню, откуда я. Я помню это из детства. Потому что мое еврейское детство — это детство, когда в Пасху, вот эту пасхальную году, каждый отец семейства, который помнил еще хотя бы традицию, он сажал вокруг своего стола детей и рассказывал им всю пасхальную историю еврейского народа. Всю боль, кровь, смерть, 40 лет странствий. И каждый еврейский ребенок это помнил с детства. Это важнейшая память, которая в конечном итоге и делает тебя народом. Кто ты есть на свете. Как праздновать все праздники, мы знаем. Но мы не знаем, как праздновать, например, День Конституции, мы не знаем, как праздновать День Независимости. Все праздники современного мира, заметьте, вот этого толерантного, вроде бы такого, это праздники разделяющие. Мы ставим какой-нибудь камень имени Гимпу, и тут же объявляются те, кто справа и слева от этого камня. Причем камень-то свой взять даже негде. Его берут откуда-то уже из сделанного, как глисты, используя вот тот мир, который уже до них существует, чтобы на нем паразитировать. А вот настоящая история сердца начинается тогда, когда ты помнишь, что ты не безродное существо, а что тут потрудились люди до тебя жившие, тебя эти люди воспитали, и твое сердце нормально. И ты не фашист, как пытаются тебя выдать. Ах, он дает подзатыльник ребенку. Какой он гад. Я не садист, я люблю своего ребенка. И не надо подозревать родителей в садизме, потому что садизм возможен и без удара. Я могу в рамках ювенальной юстиции уничтожить все, что я хочу, по-любому. Потому что у меня власть, сердце, вот так вот превратить мир в ад, и вот так же превратить его в рай, не потратив ни копейки денег. То есть, как бы я бы так ответил всем владеющим, а не владеющим ювенальными историями. Вы произнесли дату 200 лет, ничего старее в Кишиневе найти сложно, что-то сложно. Но я знаю, что церковь, храм, в котором вы служите, Свято-Георгиевская церковь, в этом году отмечает 200-летие. Ну, мне кажется, это действительно здорово, что на территории Кишинева есть такое старинное церковное учреждение, здание. Здесь, ну, я даже готов применить такое выражение, буквально намоленное место получается. 200 лет сюда люди приходили со своими надеждами, со своими просьбами, со своими молитвами, со своими желаниями, чаяниями. И мне кажется, действительно, вот у Свято-Георгиевской церкви, ведь, наверное, и не зря такая репутация, с кем не поговоришь, особенно, ну, ты из русскоязычных, православных людей, они говорят, что да, нам очень нравится эта церковь. Ну, вот чем обосновать, ну, вот такое долголетие обосновать, на ваш взгляд? Вы знаете, Кишинев настолько беден на архитектуру, что мы можем называть его абсолютно нищим городом. Он безжалостно уничтожается все эти последние годы. То есть, это, конечно же, боль всех горожан, это боль тех людей, которые помнят эту жизнь. Больно даже за то, что просто грязно. Ладно бы уже там поломали, понатыкали этих домов, поуплотняли там все. Мы, вот сейчас всем миром наблюдали трагедию, как горел Нотр-Дам. Вот горит собор Парижской Богоматери. Это, конечно, нас, как европейцев, трогает очень сильно. Нам это гораздо больнее, чем какая-нибудь даже там мечеть 6-5 века, сгоревшая где-нибудь там в Катаре, в Саудовской Аравии. Не потому, что мы меньше трагедию переживаем, потому что это наши корни, это наша культура. Мы, конечно же, болеем сердцем за уничтоженные статуи Будды, за что угодно. Но здесь на наших глазах полыхал символ великой европейской цивилизации. То же самое мы можем сказать о городе Кишиневе. Что мы можем сказать о своих предках, как о носителях красоты? Как они видели красоту этого мира? В чем они ее запечатлевали? И, конечно же, люди всех времен запечатлевают красоту в самых важных вещах. То есть мы свое имя пытаемся увековечить всегда в чем-то величественном, в настоящем. И, конечно, в древности это, в первую очередь, были храмы. Что может быть такого, что связывает это небо с нами? Что, Господи, мы тебе можем принести? Что твоему имени мы вообще можем, которое ни в чем не нуждается? Это нам надо. Храм — это то, что надо нам. Потому что Богу все равно, где мы молимся. Иногда Богу наши храмы отвратительны, если мы их превращаем в безобразность какую-то. Но в данном конкретном случае, я думаю, что здесь как-то Бог принял боль этих первых болгарских поселенцев города Кишинева. Это ведь церковь была построена болгарами, которые оказались на чужбине, которые были оторваны от родной земли. И первое, что они созидали, это храм, как место, где мы можем собраться, как братья снова, где мы не потеряемся. Где ты, Господи, увидишь нас как народ. Они отправили первого священника собирать милостыню в бывшие свои земли, в Турцию уже существующую. Он был убит. Этот храм в каком-то смысле и на крови стоит, и на какой-то своей правде. Этот храм пережил войны. Он видел людей, которые плакали и молились о своих там детях, о родных. Он потерпел и унижение, он был закрыт, но не уничтожен. И сегодня он является третьим по возрасту храмом города Кишинева. И вторым возведенным здесь после просоединения Бессарабии к России. У него очень интересный готический стиль. Шпиль выдает такую некую остаточную готику в этой красоте. Мы, конечно же, изо всех сил пытались сохранять интерьеры храма. Они были пусты, не сохранилось ничего, ни росписи, ни икон. Осталось несколько предметов, которые оказались в музее атеизма, которые мы можем тихонечко причислить к основанию этого храма. Конечно же, мы практически ничего из прошлого обнаружить не смогли. Но сам храм — это великий свидетель. В первую очередь, свидетель того, что мы оценим как красоту. Вот что мы, граждане Кишинева 2019 года, будем через 200 лет... Вот вообразим примерно, что посмотрят наши дети того времени и скажут, а что любили наши родители, какую красоту они видели. В чем мы эту красоту передадим? И я не знаю, в чем. Я не знаю, что произойдет через 200 лет. Что будет красотой этого города? Мы ничего не оставляем. Мы за последние 30 лет только уничтожали. Мы не созидали ничего. Мы доедаем крохи со стола той советской действительности. У нас нет часто денег даже покрасить ту действительность. Мы ломаем заборы, чугуны, не можем восстановить их даже в том виде, в каком они были. Мы уничтожаем исторические здания, потому что надо построить гостиницу, потому что нам надо, чтобы наши правители зарабатывали деньги. И это, по сути говоря, и будет уродством нашим, которое через 200 лет наши, надеюсь, потомки оценят. Или все-таки мы способны на какой-то зов красоты? Может, мы все-таки можем. Все-таки вот один храм построился в Кишиневе красивый, другой, третий. Но это храмы, а кроме храмов. Вот тыкая на нас, что вы там жирные попы понатыкали храмов, христов, хотя мы их тыкаем на свои деньги, так, кстати, говорят. Люди собирают. Эти деньги не берутся из бюджета, деньги не ворованы. Люди хотят помолиться, это как рыбаки. Идут на рыбалку, скидываются. Хотим мы помолиться в храме? Мы скидываемся, чтобы у нас был храм, чтобы мы этот храм могли спокойным образом посещать. А вот что красота нашего мира? Вот этот вопрос я бы поставил накануне нашего юбилея. А всех приглашаю. 19 мая у нас будут торжества, у нас будут служить 4 архиереи, метрополит. У нас будет, конечно, очень много гостей со всего мира. Мы пытаемся, конечно, этот день какой-то красотой обставить. И всех зовем приобщиться к этой красоте. В первую очередь, службой. Вот 6 мая мы отпразднуем Георгия. И 19 мая у нас будет торжество и праздник. Всех зовем с радостью, потому что эта красота пока есть. Ее можно пощупать. Можно вот взяться за этот камушек и сказать, так, 200 лет назад здесь жили люди. Что еще подтверждает жизнь людей здесь 200 лет назад? Не знаю. Спасибо за приглашение. Отец Виталий, я не берусь совершать преступления, например, чтобы спровоцировать вас на рассказ, с чем приходят к вам люди. Но все-таки интересно. Вы же чувствуете разницу между тем, что было лет 10-15 назад, с чем приходили, чем делились, в чем исповедовались вам прихожане, и что происходит сегодня? Есть ли какие-то изменения? Чувствуете вот такой градус напряжения, ожидания, может быть, знаете, как ожидания чего-то лучшего, но, в общем-то, вот это неспокойствие, оно в обществе сохраняется. Есть такая статистика, что более 100 человек, даже точная цифра 104 или 107 человек ежедневно покидают Республику Молдова навсегда. То есть покидают ее как граждане, которые переселяются уже в другие страны. Но вот это беспокойство не может отразиться на жизни верующих. Конечно же, конечно же. Все меняется. И меняется с достаточно стремительным. Надо сказать, что когда в 90-е годы церкви только открывались, когда вот был этот прорыв, люди шли с неким трепетом. Они действительно, они пытались войти в какую-то реку и обрести в ней себя. Это жажда сердца, которая была всегда-всегда, вот она открывается и проходит 10 лет. Наступают времена трудные 90-е годы, там наступают времена голода. И у людей, конечно же, все переходит в область тоски, просьб, депрессии сложных, неумением жить в этой ситуации. Она свалилась на голову невероятно. Там доктора, там люди с высшим образованием встали на улицах, торговали всякой там... То есть оказались не нужны своей стране. Наверное, это была одна тема, новая тема историческая. Сейчас времена немножечко сели, сытые, кто-то там в Италии, в Португалии, кто-то обустроился. И пошли молитвы в основном о своих детках, о том, чтобы лучше им устроиться, лучше работку найти, лучше возможность там... Вот, конечно же, как церковь, куда приходят люди русскоговорящие, русскоязычные, мы каждое воскресенье прощаемся с одной из двумя семьями, которые приходят помолиться, попросить благословения на дорогу. Люди уезжают. Уезжают не потому, что, может быть, даже слишком уж, голодно жить, а потому, что слишком бессмысленно жить. Человек в состоянии терпеть все, если есть смысл. То есть человек готов терпеть любое состояние, если впереди есть смысл. Вот терпение без смысла — это ад. Вот это и есть ад, самый настоящий. И, конечно же, здесь мы можем очень смело и твердо говорить о нашей государственности, которая не вызывает доверия у этих людей. Которые не верят в состояние этого государства. Утверждают открыто, что это несостоявшаяся страна. Даже не страна, а государство. Страной бы еще и стать. И вот это чувство простой арифметики, что кому здесь жить? Здесь нет людей с паяльником, здесь нет фрезеровщиков, токарей. Каким образом верить в возрождение этой жизни? Это очень действительно трудная тема. И мы, как люди религиозные, конечно же, утешаем людей. Мы учим их любить эту землю, потому что ты не можешь жить в том мире, который ты не любишь. Для тебя это тоже ад. И в то же время я хочу сказать, что этот опыт времени показал, что мы не встретили политиков, которые бы любили свой народ. Хотя бы чуть-чуть. Будь форум. Мы тебя простим. На здоровье. На здоровье. Как говорил Бродский, но ворюга мне милее, чем кровопийца. Но любить чуть-чуть этих людей. Самой малостью. То есть любить чуть-чуть эту землю. И этого мы не увидели. И вот это то, что для верующего сердца самый главный нож. Потому что верующий человек живет надеждой и верой в справедливость. Мне не нужен золотой дом, Мерседес и так далее. Но я хочу, чтобы была правда. Пусть даже земная для начала. Потому что она есть фундамент своего. Я хочу, чтобы соседи в подъезде могли договориться. Потому что я не верю в демократию в целом стране, где не могут договориться люди одного подъезда. Я не верю в высокие идеи нации, в ее евро будущее. Если люди рисуют на стенах граффити, гадят везде. Потому что это ведь человек, который это делает, он не понимает, что так внутри его душа выглядит. Человек, который рисует гадость на стене, человек, который гадит в подъезде, который ворует, который ведет себя как скотина. Это всего лишь его состояние души. Это он думает, что он такой умный сейчас нарисует тут что-то на стене. На самом деле это нарисовано уже вот там, с той стороны. И здесь мы как христиане, конечно же, этот мир потеряли. Мы в каком-то смысле опаздываем. Но в преддверии Пасхи я хочу сказать, что не безнадежен этот мир. Если Господь пролил свою кровь за него, если этот огонь горит, понимаешь, на гробе его, если Бог дает людям еще обретать смысл, значит, мы не безнадежны. И вот это главная тема. Но это то, что пропало в современных исповедях. Вот то, о чем мы говорим. Обеспокоенность собой. Вот то, что самое серьезное изменение произошло в людях, это обеспокоенность. Те, кто приходят массово, у них всегда стандартная история. Массово исповедь, люди, которые приходят там раз в году, они говорят, я человек хороший. Я не вру, я не ворую, я жене не изменяю. Единственное, что я вру. Вот я бы добавил в конце, чтобы он понял, что все это ложь. Но как бы в данном конкретном случае это так. Человек не обеспокоен собой. Вот трепет собой сменился действительно обывательщиной. Переживанием о хлебе, о мясе. Ну, как вечный Израиль, который вышел из Египта, которого спас Бог великими чудесами. Первый плач, там были котлы с мясом, а тут в пустыне нам есть нечего. Давайте-ка вернемся. Лучше уж рабами, но сытыми. Наверное, вот это то, что меня как священника тяжелее всего, конечно же, угнетает, что обеспокоенность собою. Вот самое главное — дрожание сердца. И это подсказывает мне страшную вещь. Я ее могу озвучить, конечно, несмотря на то, что Пасха, что вызывают реальное наше настоящее положение вещей только скорби и беды. Вот не дай нам Господь, что если только это уже вызовет наш трепет и наше переживание. Но, видимо, так мы здоровее становимся. Не знаю. То есть через страдания, через понимание, ну, как бы, через такое понимание необходимости духовного роста и готовности, наверное, к самопожертвованию, то есть подвигу. Господь показал крест. Ты сказал, если ты не на кресте, то страдания сами тебя найдут. То есть крест — это единственное место, где ты не врешь. Ты не врешь только тогда, когда тебе больно. Вот это единственное состояние, когда я не вру, когда с меня сдираю шкуру. Мне просто больно, и я ору. Это может быть по-разному. Не обязательно меня физически на этот крест. Но вот обеспокоенность себе — это та же боль. И вот если я не испытываю этой боли, непонимания, зачем я тут, кто я тут, зачем этот мир вокруг меня, если меня все эти вещи не трогают, именно как проклятые вопросы по Достоевскому, или просто как действительно внутренний трепет, страх, тогда я становлюсь, конечно, сытой свиньей. Все меня, что интересует в этом мире, — это денег, это устройство, это быт. То есть вот это обывательство. Хотя это все благословило, это нормально, это хорошее желание человека иметь и дом, и сердце, и семью. Но это есть всего лишь та часть жизни, которая ниже, чем самая высокая, что в тебя оставил Господь. Это гораздо ниже, чем то, ради чего Христос пошел на крест. Если бы всего этого всего лишь нужно было бы, ну, не знаю, зачем тогда кровь-то. И все же вы будете проводить пасхальные службы. И я, когда участвовал как прихожанин, я видел массу людей с такими, знаете, в общем-то действительно светлыми ожиданиями в глазах, ожиданиями того, что вот на следующий день что-то принесет нечто лучшее, чем все те предшествующие дни этого года, когда он молился, постился, когда ждал службу. И вот Ваша оценка, насколько все-таки, ну вот, возможно укрепить человека в ожидании лучших перемен, невзирая на то, что сегодня все диктует нам обратное? Это абсолютно возможно. Это не просто возможно, а это то, к чему мы призваны. То есть на самом деле христианское призвание, религиозное призвание к человеку, человек, почему ты до сих пор не Бог? То есть ты призван быть там, посмотри, на что ты меняешь свое божество. Это единый миг, когда человек, вот как блудный сын, оставшись черт знает где, питаясь свиными рожками, одна секунда в его сердце, говорит, да что я здесь делаю, у меня дома у отца все есть, встану и пойду к отцу, вот это вот встану и пойду. Это то, что человек может сделать в секунду. То есть преображение человека происходит недолгим этапом, оно происходит как революция, это единственная революция внутри нас. Но этой революции следует, конечно же, обеспокоенность своего сердца, движение. Почему у нас Пасха после такого долгого поста? Чтобы ты успел подумать, собраться, чтобы ты не с корабля на бал, но и с корабля на бал, те, кто ворвутся в эту атмосферу, и им этот шанс открыт, он всем открыт, в какое бы час ты ни пришел на это поле, в первый или в последний. Другой вопрос, что Бог-то не изменен, поэтому дары его, вот они лежат, везде, они открыты. Возьми, человек, кричит Бог, возьми. И человек строит каменные стены, чтобы эти дары не видеть, чтобы не прикасаться, потому что ему кажется, что эти дары больно даются. Они страшные, эти дары, отчасти так. Но ничего нет вкуснее этих даров. Это как юродивый, который ходил голым по Москве, и грозный царь Иванова спрашивает, возьми шубу, там юродивый, холодно, лют мороз. И он повернулся к царю, который был кровопийцем, и сказал ему, да, царь, лют мороз, но сладок рай. То есть вот эти дары, это тот мороз, который всем кажется. На самом деле у них самая главная сладость. Это сладость свободы, которую ты уже никогда ни на что не променяешь. Поэтому надежда наша в том, что Бог открывает каждый раз нам возможность быть человеком. Вот это очень важно. Что мы из тех, кто мы есть, имеем шанс стать людьми. У нас есть такая прямая возможность. У нас есть такое благословение Божие. Вся Его помощь, которая нам оставлена в причастии, во всех святынях церкви, во всех традициях, во всех атрибутах. Только возьми человек, и все. Поэтому я всех зову на этот пир. Обязательно. Приходите все. Кто постился, кто не постился, кто любит, кто не понимает, кто не понимает. Придите и щупайте сами эту жизнь. Сами проверьте, есть тут Бог или нет Его. Коснитесь этой радости, потому что только ваше сердце, которое отзовется, и которое скажет, вот, я вкусил это, вот, я это попробовал. Вот тогда тебя уже ничто не разубедит. До тех пор, пока твое сердце бетонное и каменное, хоть я тут с бубном буду танцевать, со всеми благодатными огнями вокруг тебя, хоть сам Господь тут будет крутиться, ты будешь требовать справку и так далее, и так далее. Да. Спасибо, Матис, Виталий, за эту беседу. Не знаю, насколько она успешна для телезрителей, для тех, кто хотел найти ответы на многие вопросы. Но, тем не менее, мне кажется, вот такое единение духовного характера, оно, кстати, резонирует, наверное, и в сердцах наших зрителей. Потому что есть понимание того, что духовность — это то, к чему кажется, то, что вроде бы нельзя потрогать, ощутить, примерить, чем можно воспользоваться, но это то, к чему можно соприкоснуться. Я имею в виду, что когда ты общаешься с людьми, которыми можешь назвать духовным человеком, можешь назвать его начитанным, можешь назвать его глубоко воспитанным, который обрел, ну, знаете, какую-то такую свободу мышления, ты, общаясь с ним, становишься богаче сам, и, наверное, я уже не знаю насчет духовней, но богаче это точно. Это и есть духовней. Вот это, кстати, отличает современный мир от бывшего, который мне был знаком. Вот почтение в слышании, слышать друг друга — это некий дар. Сейчас люди говорят, то есть все говорят, слышать никто не хочет. А как же ты что-то услышишь, если ты сам постоянный звук? Притушим звук, Пасха. Пусть этот Христос Воскресе прозвучит в нас. Да, пусть. Спасибо вам. Будем с удовольствием вас ждать по возможности, по любому поводу в нашей студии. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был клирик Свято-Георгийской церкви, протеерей Виталий Шанкарий. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин